Друзья, приветствую! Как вы видите по картинке, у нас абсолютно новый с вами инструмент. И это именно та гитара, о которой мы с вами упоминали в предыдущих двух или трех видео. Я вас поздравляю с обновкой, вы можете меня поздравить. Эта гитара будет, надеюсь, служить нам в ближайшие месяцы, может быть, чуть-чуть больше. И теперь в двух словах я хочу немного времени вашего занятия, расскажу свои первые впечатления об этом инструменте и почему я взял именно эту гитару. Как вы видели на всех предыдущих моих видео, я всегда играл на классической гитаре с широким грифом и нейлоновыми струнами. Эта гитара у нас эстрадная, с зауженным грифом и металлическими струнами. Одна из причин, почему я взял именно эту гитару, заключается в следующем. Во время путешествий я сталкиваюсь с различными людьми, в частности музыкантами, которые играют в 99% в случаях именно на гитарах с зауженным грифом. И когда я беру в руки эту гитару, я испытываю определенное чувство дискомфорта. Я думаю, что если вы, как и я, много-много-много лет подряд играли на классике с нейлоновыми струнами, с широким грифом, и потом в руки вам попадает эстрадная гитара, узкий гриф, металлические струны, вы пытаетесь что-то сыграть, а пальцы как будто бы как ватные, ничего не получается толком изобразить. Я когда впервые взял эту гитару в музыкальном салоне, на меня консультанты так косо покосились, наверное подумали, что я начинающий гитарист и какую-то песню выучил, вот пытаюсь ее изобразить. На самом деле левая и правая рука до сих пор у меня подстраиваются, я буквально один день вчера поиграл, но как мне объяснили консультанты, это как минимум по их практике, как им рассказывают профессионалы, 2-3 недели необходимы для того, чтобы перестроились пальцы на этот инструмент. Мы сейчас с вами послушаем, как эта гитара звучит, и сразу хочу предупредить, что струны я еще не успел поменять, но я взял новый комплект и в дороге поменяю новые струны, чтобы гитара звучала уже более звучно, с новыми струнами. Еще такой момент относительно цены, я не помню обозначал я ее или нет в предыдущих видео. Эта гитара средней ценовой категории, конечно это очень относительное понятие, но были гитары за 6, за 7 тысяч рублей в магазине, и за 9, и за 12, за 14, эта гитара стоит почти 17 тысяч, 16 тысяч 900 рублей. Вот, и взял ее недорогую, потому что, как вы в предыдущих видео, наверное, слышали, я об этом упоминал, в дороге, в путешествиях гитары быстренько коцуются, особенно если вы берете ее с собой в горы, на пляж, в лес, поэтому, чтобы сильно не бацать, не жалко было инструмент, вот, мне кажется, эта гитара самое то. Плюс ко всему, я никогда не играл на гитарах с зауженным грифом, тоже будет своего рода учебный инструмент для нас с вами. И во всех последующих видео, я думаю, мы этот инструмент с вами будем на видео лицезреть и внимательно слушать. Мне будет приятно, если вы напишите в комментариях свои отзывы, что-то пожелаете, возможно, дадите какие-то советы по игре на этом инструменте. А сейчас давайте вместе с вами послушаем, как она звучит для сравнения с предыдущими видео. Приятного прослушивания, не судите строго, пожалуйста, я буквально один день с этим инструментом, но звук оценить более-менее, я думаю, что у нас с вами получится. И еще один нюанс. Более подробный мы этот инструмент с вами обсудим, может быть, через недельку, может быть, чуть больше. И вполне вероятно, что в ближайшие несколько дней я видео на канал выкладывать не буду, потому что у нас предстоит дорога. И давайте мы вот какой-нибудь небольшой конкурс с вами устроим, такой интересный пожелание по-вашему. Напишите в комментариях, как вы думаете, в какую страну мы сейчас летим с семьей, где мы будем жить в ближайшие месяцы, много месяцев. И те из вас, кто правильно угадает, я из этой страны вышлю красивый сувенир, открытку. Только, пожалуйста, я некоторым из своих учеников уже сказал, куда мы летим. Если вы знаете, и я вам говорил, тогда, пожалуйста, не пишите в комментариях, дайте возможность интригу, давайте сохраним, выразить свое предположение остальным подписчикам и зрителям, те, кто не в курсе, куда я забираю свою семью и куда мы направляемся на зиму и на весну и далее. Спасибо. Приятного прослушивания. Приятного прослушивания. Приятного прослушивания. Приятного прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok